Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Далматова. Михаил Гегалашвили, современный грузинский художник и писатель, специализирующийся в жанре исторической прозы. Он проживает уже около 20 лет в Германии. Помимо родного грузинского и русского языка, он владеет немецким языком. В Германии он преподает в местном университете. До переезда в Германию Михаил занимался преподаванием в университете родного города. Сейчас активно печатается и в зарубежных и отечественных средствах массовой информации. Творчество Михаила Гегалашвили отмечено такими премиями, как «Русский букер», «Большая книга», «Нос». Читатели считают самыми лучшими произведениями Гегалашвили «Тайнопись», «Толмач» и «Захват Московии». Но, пожалуй, самым ярким литературным произведением автора является «Чертово колесо». Это новинка книжного фонда «Дворца книги». О нем мы расскажем сегодня в этом выпуске. Гоглику было известно много способов сделать приятной свою жизнь, которая всегда хороша, когда нет одуряющих уроков в постылой школе, где только буфет, свет в окошке. Один из самых верных методов – заболеть перед контрольной по математике, от которой гоглик впадал в сонливый ступор. Технология незатейливая и проста, как мир. Несколько раз зайтись в яростном кашле пару раз, украдкой понюхать перца, чихнуть на всю квартиру, вызывая тревогу «Ты не болен?», ответить грубовым голосом «Не знаю» и тут же со скорбным видом за могильным голосом попросить у мамы градусник. Украдкой перевернув его носиком вверх, набить нужные градусы в диапазоне от 37 до 42, еще несколько раз для верности произвести кашли чихи и чихи кашли натужно хрипя горлом, постонать, тяжело повздыхать, мрачно смотреть в пол, шмыгать носом, кукситься и жаться. И все, можно отправляться на диван, хватать телефон и извещать дружков о беде. Да, на простуду не похоже, скорее грипп. Сколько лежать? Зависит от контрольной. Дедушка послан в аптеку и на базар, ребенку нужны лекарства и бульон. Мама не идет на работу и готовит молоко с медом, чай с малиной. Бабушка остервенела, бьет бифштексы. Приходят навещатели и часто не с пустыми руками. А ты лежишь, как король на именинах и всеми повелеваешь. Чего еще нужно для счастья? Недаром, когда в школе учительница спросила, кто кем хочет стать после школы, Гоглик ответил незамысловато и просто. Царем. Чем привел учительницу в тревожное недоумение. Вот и сегодня по-царски слег с утра, пару раз плотно позавтракал, насмотрелся до одури телевизора, наслушался музыки, а в два часа позвонил Нате, чтобы сообщить ей скорбно-радостную весть. Она хмыкнула. Правда или прикидываешься, что у тебя болит? Все, душа и тело, ответил Гоглик, подражая отцу, который этими словами отделывался от мамы, когда-то гнала его на работу. А бабушка мясо жарит, между прочим, и вчера мороженое принесли, да болезни, еще осталось. Больным нельзя, мороженое и мясо вредно. А посетителям эскимо можно и даже нужно. Зная, что против мороженого Ната не устоит, торжествовал Гоглик. Приходи. Кстати, про школу расскажешь. И бифштексы с жареным луком скоро будут. Если опоздаешь, пожалеешь. Чистосердечно предупредил он. Когда Ната вошла, он жестами показал ей, где спрятана рукопись. А сам громко на всю квартиру попросил бабушку закрыть двери, чтобы без помех погрузиться в науку, будь она трижды не ладно. Подав ему рукопись, Ната незаметно кошачьим движением прилегла у него в ногах, в углу дивана. Мальчик замер от близкой дурманящей тяжести. Схватил рукопись и уткнулся в лист. Михаил начал писать этот роман в 1985 году. И к моменту отъезда в Германию была готова лишь треть произведения. В 1994 году произведение опубликовали в «Молодой гвардии», но книга осталась незамеченной. Спустя 20 лет Гигалашвили вернулся к написанию этого романа. Сам автор признается, что приведение книги к единому стилю и ритму было адской работой. Роман «Чертово колесо» — это срез действительности Грузии конца 80-х. Теперь человеческая жизнь измеряется в граммах золота, а цену устанавливают новые хозяева. Оборотни в погонах и без погон, продажные чины и падшие партийцы. Каждый завязан в скользящей петле порочного круга. И неважно, каким образом человек попал в это чертово колесо, он будет крутиться в нем вечно. Шаман ждал брата Мамура до заката, и вот на изгибе дороги появился человек. За ним трусил конь с кожаным баулом через седло. Упруга отталкиваясь руками от воздуха, человек бежал длинными прыжками. Он ничего не видел и не слышал. На нем звенели цепи, ими он был опоясан, чтобы не улететь. Шаман стоял как вкопанный. Нельзя окликать брата в беге. Некоторое время Мамур шел прерывистым рваным шагом, постепенно остывая, как котел с огня. Шаман, не нарушая молчания, спешил следом, волоча на спине мешок. Они отмахали немало, пока Мамуру удалось перевести дыхание и остановиться. Он утер пот и, поснимав цепи, бросил их через седло. Шаман украдко искал перемен в лице брата, но не нашел. «Давно ты не оступался с кручи», — сказал наконец Мамур. «Ничего, черт качает горами, не только нами». Шаман обнял брата. «Каким был твой путь?» «Бог в обе оберегал меня. Конь, правда, пару раз спотыкался на переправах, а ты, я вижу, плохо. Ничего, вместе вырвем тебя из болота». В пещере шаман водрузил на очаг пузатый позеленевший чайник, в котором заваривал цветочный чай еще их учитель. После его земной смерти они поделили оставшиеся. Шаману достались бубен, чайник и хрустальное яйцо, а Мамуру — зеркальце, острый корень дуба и сеть и низи из неизвестного волоса. Братья ели мамалыгу сыр, зеленые бобы с орехами, творог и сметану, пили чай с цедрой. Мамур не отказался от стакана вина. Его конь, заглянув внутрь, выразительно оглядел камень-столб. Получив зелень и хлеб, он тихо исчез. Было слышно, как он шумно вздыхает снаружи, за воловью и полостью. Мамур спросил о бесе. «Я поймал его силком, держал в шкафу, дал за него выкуп билеги. Но во сне со мной случился грех. Двойник пропал, а бес сорвался и ушел, как рыба с крючка», — поведал шаман. «Надо проучить его и наказать себя. Когда поймаю его, проведу в пещере год, искуплю грех. Он коснулся хрустального яйца, где вспыхнул и погас розовый лепесток. Год хорошая плата, одобрил мамур и мотнул головой в сторону коня. Мой бес служит мне уже 10 лет и тоже пару раз пытался бежать. А какой породы беглец?» «Простой бродячий малый бес. Правда, мог сгущаться до твердого тела или, наоборот, растворяться в дыме. Когда я изловил его, он был наглым и сильным. Шерсть лоснилась, и уж стояли торчком. Хвост ходил, как у влюбленной обезьяны. Но я в шкафу сломал его, он стал покорным. Иногда клал на стол куски падали, наполнял чайник кровью, рвал солому на подстилке. «А на тебя он нападал?» «Нет, не смел, да и не сумел бы. Они сильны против беспомощных». «Зачем он тебе нужен?» – спросил мамур. «Пусть убирается прочь. Все равно потохнет среди чужих бесов. Он испорчен шкафом, а мы походимся на другого молодого». «Нет, я верну его, но вы ни к чему». Мамур сощурился. «Смотри, не уподобься тому, кто, сдирая во дворе шкуру сосла, бегает точить нож на чердак, вместо того, чтобы точило спустить вниз. Или ловить старого беса легче, чем искать нового». Шаман покачал головой. «Мне нужен именно он. Мы встретились с ним в прошлых жизнях, и я связана с ним неведомыми узами». «У бесов нет прошлого, а будущее закрыто», – возразил мамур. «Он тогда не был бесом», – отозвался шаман. «Я то, что был, и буду то, что есть. Мне без него нельзя». Мамур откликнул чай, вытер бритую голову. «Ну что ж, я готов». Шаман облегченно вздохнул, начал перечислять. Кинжалом и сетью его не достать, он далеко. Петлю и крюком не взять, высоко, поможет только обряд. Мамур кивнул. «Нас двое, но дыхание у нас одно. Утром начнем, ночью совершим, под утро закончим». Потом рассказал о том, что побывал в Аравии, где видел прирученных демонов. Монахи-пустынники научились извлекать их бесью сущность и вкладывать вместо нее пустоту, отчего бесы становятся ручными и смирными, и кормятся лишь смирной и ладаном. Монахи посылают их на самые тяжкие работы, где они рогами пашут землю, хвостами толкут зерно, копытами корчуют пни и камни». Вот что говорят читатели об этом романе. «Динамично, интересно, очень затягивает, увлекает. Настоящая Грузия, беспрекрас. Немного мрачный юмор и совершенно неизвестный мир, о котором интересно читать, но оказаться в этом не захочется никому. Не роман, а романище. «Чертово колесо», более 700 страниц грузин с нелегкой судьбой, из тех самых, 80-х, от русско-грузинского писателя Михаила Гигалашвили. Монахи посылают их на самые тяжкие работы, где они рогами пашут землю, хвостами толкут зерно, копытами корчуют пни и камни. Еще в Аравии Мамур встречал людей из племени царя Соломона, который умер на молитве, но продолжал мертвый стоять до тех пор, пока муравей не подточил его посох. Говорят, что люди этого племени могут превращать злых духов в добрых. «Не задумал ли ты чего-нибудь подобного со своим бесом?» – защурился Мамур. Шаман отмахнулся. «Нет, беса превратить в человека трудно, а в доброго духа еще труднее. Одной жизни не хватит. Беса надо чистить лаской, поить добром, купать в нежности. Мне это не по силам». «С нечистью надо делить мир. Что говорил учитель? Богов зови, но и чертей не гневи. Богам угрожай, и чертям не перечь», – напомнил Мамур и рассказал, что в Аравии свел знакомство с толстым бабу, духом жи, бывшим ангелом, который пал, был изгнан в пустыню, где шебушевал со всякой нежитью, а потом продал пустынных бесов рабство, зато и получил свободу черного сана. «Сейчас у него дело немного. Сиди тебе под пальмой и выворачивай наизнанку слова. Укладывай ложь в три короба, ври без остановки, докуда язык доползет». Полчаса мы пили с ним чай, а потом целый месяц я была не в силах сказать слово «правда». Ложь текла у меня изо рта, как гной. Пришлось в пустыню лизать песок, чтобы очистился язык», – заключил Мамур. Шаман в ответ рассказал, что и с ним тоже случалось неладное. Возле реки на него напал снежный барс-оборотень, воровавший женщин в горных селах. «Он схватил меня лапами с боков. Я вырвался, прыгнул в реку и пыл под водой, пока оборотень не устал гнаться за мной по берегу, и показал брату розовое шрамо на боку». Тогда Мамур скинул мягкий сапог, но на ноге не хватало двух пальцев. Их отсек без точильща, которого Мамур неосторожно потревожил в зарослях кактуса, где тот собирал сок с растений. Бес хоть и был в боженной истоме, но молниеносно схватил острым хвостом по голой ступне и отрубил два пальца. Еще долго рассказывал Мамур о всякой всячине, виденной в странствиях, о людях, у которых головы ночами срываются с тела и летают прочь, а к утру порастают обратно, о волосатых людях-обезьянах, о развратницах, у которых срамные места находятся на животе и на спине, о вредоносных гадах, что плюются елом и песком. Так в разговорах шло время. Конь заглядывал в пещеру, поучал ломать хлеб и с медом, подавал тихим ржанием койкой какие сигналы. Братья вспоминали прошлое и веселились, как дети. На рассвете они вышли к озеру. Мамур направился по берегу направо, шаман налево. Они уселись друг против друга через озеро и начали очищение. В этой книге нет определенных главных героев. Есть люди, которые пытались нажить состояние на развале страны. Те, кто имел деньги и власть, остались у руля. Кто не попал в новую струю, не занялся мошенничеством, экономическими преступлениями, потеряли все – и место, и положение. А вслед за положением рушились судьбы целых семей. Делилась власть, вырастали новые банки, гибли люди. Этот роман можно назвать в некотором роде историческим, так как наряду с персонажами здесь описаны исторические переломы и крушение строя. Много политических событий, на фоне которых ломаются старые установки, выдвигаются новые лозунги и стремления. Как все это влияет на жизнь народа и тех, кто у власти? Об этом и идет повествование. Кто смог выстоять и сохранить себя, попав в это чертово колесо? А кто сломался окончательно, можно узнать, только прочитав книгу. Найти вы ее сможете в Центре чтения Дворца книги. Редактор субтитров А.Семкин